всем привет и слава украине передача новости с кавказа продолжает свою работу и сегодня у нас традиционные итоги недели дипломатия вместе с хорошо знакомым и любимым вами валерием чашелашвили привет валер рад тебя видеть очень рад тебя видеть сгела с выздоровлением приветствую наших зрителей подписывайтесь на канал пишите нам интересно ваше мнение это нам помогает работать валер ну смотри неделя выдалась очень интересная неделя выдалась скажем так рубежная и конечно же то то что нас больше всего интересует здесь в регионе на южном кавказе гейм-чейнджер а гейм-чейнджером был кпп влачинь это мы обсуждаем но мы не можем обсуждали на канале но и мы не можем я не могу с тобой этого не обсудить тем более что я хотел бы подойти с другой стороны смотри есть в дипломатии определенные обязательства и так далее и есть в этих обязательствах есть обязательно зазоры которые можно протестнуться так ведь насколько кпп влачине вот я честно скажу не то чтобы мне делать было нечего да я давно выписываю себе значит тематическим пункты разных заявлений разных решений но вот мы берем трехстороннее заявление от 9 10 ноября двадцатого года и здесь по лачицкому коридору написаны достаточно четкие вещи лачицкий коридор шириной 5 километров который будет обеспечивать связь нагорного карабаха с армении и при этом не будет затрагивать горы шушку остается под контролем миротворческого контингента российской федерации я сейчас не говорю выполнялась это трехстороннее заявление не выполнялась вот исходя вот из этой формулировки насколько может быть оправдана установка кпп дело дело не только в этом в этом положении этого трехстороннего договора который ты прочитал вообще надо я слышу много критики в адрес этого трехстороннего соглашения и наверное она не безосновательна есть конечно все основания критиковать это соглашение но одновременно надо надо иметь ввиду в каких условиях и под каким прессингом и прессом и под какой ситуации вообще это разрабатывалось и это это была война полномасштабная война надо было эту войну остановить и трудно было ожидать от участников переговорного процесса что они выдадут такой совершенный документ который будет совершенно четко распределять права и обязанности всех трех сторон и приведет такому состоянию дел когда ситуация разрядится и все будут счастливы и довольны этого ожидать было нельзя это иллюзия в дипломатии такие вещи так не происходит это задача из числа невозможно то что на тот этап на то время было сделано я думаю что это можно можно квалифицировать как успех потому что была остановлена остановлена война прекратились активные военные действия и стороны получили возможность войти в переговорный процесс и таким образом добиться добиться мирного разрешения собственно спора двухстороннего другое дело что как это потом было использовано и не использована и так далее к этому тоже сейчас придет поэтому многие положения выписаны таким образом то их можно интерпретировать так как сторона посчитает для себя нужно ну да с одной стороны контроль а с другой стороны никто не говорил о том что никто не отменял того положения и все с этим согласны что лачин это территория территория азербайджан теперь контроль контролем а если это моя территория то я должен могу делать там то что считаю нужным если это контроль под которым я подписался в принципе это подразумевает что должен согласовывать свои действия с тем кому я этот контроль предоставь теперь мы на самом деле не знаем были эти какие-то консультации между азербайджаном и либо москвой либо там местным вот этим военным так называемым миротворческим контингентом как это получилось что ну факт остается фактом мы получили кпп азербайджана на территории которой ему принадлежит и в этом никто не сомневается включая армению и этот и совершенно правильно назвал гейм ченджером теперь вопрос как мы к этому пришли и это было ли это ожидаемо или не было ожидать ну в принципе наверное это было ожидаемо потому что все время ситуация постепенно нагнеталась нагнеталась мы с тобой все время об этом говорили что переговорный процесс не приводит тому чтобы стороны усилили доверие друг другу все время таскать стороны в ожидании того что кто-то третий обязательно должен участвовать либо москва либо брюссель либо ваших дом для того чтобы это соглашение было достигнуто все меньше и меньше часа шанса что именно в двухстороннем формате стороны смогут до чего-то до чего-то договориться и так далее и все заявления были с разных сторон да иногда были очень жесткие заявления инциденты с летальными исходами и так далее акция экологов там претензии к тому что там незаконно разрабатываются природные ресурсы азербайджана что там мы под покровительством так называемых миротворцам перемещаются через лачинский коридор какие-то не незаконные грузы вот так скажем да не будем говорить но незаконный вне контроля вне контроля и и видение азербайджана и все это к тому шло теперь что вот я думаю если чуть-чуть приподняться над ситуацией до двадцатый год соглашение потом довольно много времени прошло у нас сегодня вот уже конец апреля 2023 год и практически например весь двадцать первый год где вот надо было по горячему то сказать то больше пока еще на ней не на не набрался новый негатив вот какой-то был была война мы войну остановили и вот появилось окно возможности для того чтобы договориться чему-то прийти я думаю что этот период особенно со стороны россии которая тогда претендовала что она единственный но если не единственный то главный посредник который там должен способствовать миру и так далее так далее да это вот это была российская оппозиция россия вообще ровным счетом ничего не сделала в течение всего 21 года для того чтобы для того чтобы помочь этому процессу и для того чтобы там ситуация как-то теперь встает вопрос почему она этого не сделал это же был как раз это этот был это было время когда россия могла допустим могла таким образом себя повести что вместо вообще в этом в этом соревновании не осталось бы ни для брюсселя не для вашингтона но москва этого не сделали теперь вопрос почему у меня есть ответ почему она потому что весь 21 год очень хорошо знали в кремле что 24 февраля 22 года они будут торгаться в украине вот они это очень хорошо знаю и поэтому значит далее рассчитывая на то что в течение трех дней они там возьмут киев там украинцы будут встречать цветами и так далее и так далее ну вот да и они себе так и наверное размышляли что ага феврале мы начнем эту специальную так называемую военную операцию это 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 происходит на фоне того что весь 21 год очень активные дипломатические консультации идут россии с нато соединенными штатами педали все это химера была на самом деле было ясно что теперь это теперь понятно тогда мы этого еще не понимали понятно было что россия не стремится никаким договоренностям это тоже разбирали как дипломатические переговоры шли то что предлагал были очень хорошие предложения со стороны нато россия их не услышала 97 год собирайте манатки откатывайтесь тогда помним эти так называемых русских дипломатов эти выражения да совершенно не дипломатических но они наверное как рассчитывали что вот в марте 22 года в апреле максимум создаться совершенно новая ситуация и военно-политический ресурс в этом пространстве вокруг российской федерации за счет того что они поработят и завоюют украину да посадят там то ли медведчука то ли януковича и так далее украина становится членом евразийского союза и о дкб это как минимум и так далее то что от него останется после тех кусков которые оторвет от него российская федерация и здесь российская федерация на коне и так далее и ее действия в южном кавказе они они совершенно другую другую проекцию будут иметь другую силу другую другую наполняемость и так далее силой и конечно с этих позиций потом диктовать азербайджану и армении собственные решения то как тот как и понимание россии должно это все урегулироваться будет гораздо легче вот именно поэтому 21 год ничего россия не делала вот а стороны или переговоры понятное дело что азербайджан от победившая сторона она очень внимательно за этой ситуации наблюдала она была недовольна тем как идут дела потому что вопрос по коридору который должен связывать азербайджан с нахичеванию там по-разному его называют поэтому я такую формулу сейчас выдумал вот это сам говорю что связывающий коридор там он зангизурский или сюникский или там какой ними значит то есть поэтому коридору вообще ничего стиль он ничего не двигается и и поэтому азербайджан естественно он так сказать своих своих там разработках предположениях там и так далее в прогнозах он он говорил о том там думал о том что да тогда тогда так не пойдет из лачина потому что у нас это синхронизация мы все время говорили об этом тоже синхронизация понятно что разные коридоры там там на хичеване это азербайджан азербайджан здесь карабах это не армения это тоже азербайджан но сам самые коридоры суть коридоров заключается в том да и так прописано там в этом трехстороннем соглашении в том числе что там предусматривается синхронизация здесь контроль миротворцев здесь контроль фсб потому что они все равно там на границе находится практически да с ираном они же охраняют край внешние границы армении на внешних границах армении стоят российские пограничники включая аэропорт звартноц вот но там ничего не происходит а если там ничего не происходит окей тогда мы здесь сделаем так и это что подразумевает подразумевает что да армения тоже должна там поставить кпп на входе в тот другой коридор если хочет на выходе тоже вот и совершенно синхронно таким образом это будет действовать но теперь мы получили совершенно другую ситуацию которая она вот так застывшей форме она не может существовать надо ее далее развивать там там же все-таки что-то должно двигаться должно проходить что люди должны там двигаться грузы должны двигаться у людей такие документы сейчас которые живут в карабахе там такие документы по которым они официальный пограничный кпп азербайджана пересечь не смогут у них паспорта армении ну паспорта армении до паспорта армении которые но живут они в карабахе и находится в полной с азербайджаном получается что это папа по по юридическому по правому статусу это иностранцы которые живут на территории азербайджана а у азербайджана есть наверное собственные законы которые регулируют режим пребывания иностранцев на их территории сколько они могут находиться с визой сколько они могут или если это безвизовая безвизовый режим сколько без визы они могут находиться требуется или нет это самое как его ну вот это разрешение разрешение там постоянное место там документа постоянном месте жительства и так далее то есть я говорю что это можешь сейчас подвернуть вообще в любую сторону и думаю что сейчас что даже надо сделать это срочно надо договариваться кому с кем договариваться то есть кому договариваться с азербайджаном не знаю но с азербайджаном надо договориться о том какой будет порядок пересечения грузов и людей границы азербайджана при прохождении через этот вновь установленный кпп если об этом срочно не договориться то это привнесет очень серьезные ближайшем будущем принесет очень серьезные осложнения но вот на самом деле смотри что касается почему не сделала тут есть и в 21 году тут есть еще один очень важный момент который я хотел бы обратить твое внимание вот то что россия ничего не делала создало иллюзию что ну вот 30 лет было вот так как было до этого 26 лет 7 районов и непосредственно бровка нкао а сейчас еще 30 лет может быть так как есть сейчас вот эта иллюзия она существовала и на принципе на это надеялись в армении будет так как есть конечном итоге из непосредственно по бровке нкао до потери да по моему вот из бывшей территории нкао по моему под контролем азербайджана около 30 процентов до около 30 процентов поэтому ну как бы да это обидно это не не хорошо ну как бы но вот так вот есть а потом потом была война в украине ты абсолютно с тобой согласен которая изменила вообще все абсолютно изменила все что касается вопроса о том было согласовано или нет нет не было согласовано потому что российская минобороны и даже министерство иностранных дел в общем-то сказала о том что в одностороннем порядке но сейчас уже там стоят рядом с ними российские миротворцы так называемые миротворцы и я с тобой абсолютно согласен сейчас очень важный момент определить с романом богдасиленом был у меня разговор и он сказал что пока была акция людей провозили за взятки взятки давали конкретно российским военным и те провозили людей те которые хотели и это было уже долажено это был их бизнес российских военных сейчас уже так не получится а с вархадом говорили об этом он сказал ну конечно же азербайджан будет вести переговоры о порядке пересечении этого с российскими военными потому что это вот дорога эта зона их ответственность только дорога и зона их ответственности есть она остается под контролем россии пожалуйста поэтому вот с российскими военными учитывая что туда назначен военный преступник александр лицов а я они Kneeslos лье на преступник потому что я человек который прошел на минуточку афганистан первая чеченская потом в В Боснии был Дейфор, Белиротворческий отдел, там не знаю были ли преступления, но там во второй части, честно сказать, точно были Грузия и даже Украина 2014-2015 год. Он даже там побыл, когда их там не было. Он военный пенсионер и военный преступник. Какова вероятность того, что сумеет вот такой человек договориться в интересах людей чисто? Здесь не идет его. И что хочет Россия в том, в этой ситуации? Во-первых, значит, это известная фигура, известная личность, конечно. И его назначение говорит о том, что, в принципе, у России или это демонстрация специально сделана для того, чтобы там еще больше люди раздражались здесь в регионе. Либо это говорит о том, что у них просто короткая скамейка и нет нормальных, так сказать, вменяемых специалистов, которые там что-то могут, и поэтому пришлось его вытаскивать из пенсии, так сказать, и сюда назначать. Но я не знаю сейчас, его там были сообщения о том, что вот это очень там умелый переговорщик, может продавливать свою позицию и так далее. Это не в той позиции сейчас, не российские войны, потенциал или политические, или экономические там в регионе, или эти миротворцы, не в такой позиции, чтобы они что-то продавливали, тем более в отношении с Азербайджаном. Я не исключаю, что Азербайджан может пойти на то, что там, ну там как-то помочь ему сохранить лицо, да, чтобы это не окончилось там полным провалом в его приезду, да. Но понятно одно, что КПП там будет, и КПП никто от него не уберет уже. Туда ставили КПП азербайджанцы не для того, чтобы потом его убирать, потому что приедет там Ленцов, Иванов, Сидоров, Петров или там кто бы ни приехал. Теперь, если они будут вести с ними переговоры, ну они могут вести с ними переговоры, потому что, да, еще два с половиной года они там находятся в соответствии с этим трехсторонним соглашением. Но я думаю, что в интересах Армении вести переговоры с Азербайджаном по этому поводу тоже, потому что это касается, значит, людей, да, безопасность которых и там, ответственность за безопасность которых, благосостояние и так далее взяла на себя Армения. Да, поэтому, ну как без Армении это может быть? Если она самоустранится от этого переговорного процесса, ну в дальнейшем тогда у нее не будет соответствующих инструментов влияния на ситуацию. Она не в процессе, и тогда с Арменией никто и не будет разговаривать, если этот процесс будет регулироваться между российскими так называемыми миротворцами и Азербайджаном. Поэтому, ну, поэтому такая ситуация. А с точки зрения там Украины, естественно, конечно, там все, все меняется и дальше все будет меняться. И через два месяца вообще мы можем получить совершенно другую ситуацию, да. Мы это очень хорошо, да, мы слышим из Толтенберга, слышим, да, и что, и сколько поставлено и так далее. И пока погодные условия не позволяют, это все говорят уже, не только из США эксперты говорят, там или из Украины, или из Европы и так далее. Самые российские эксперты, многие. Причем не критикующие с разных сторон, там, с либеральной и с консервативной стороны Путина эксперты. А, собственно, вот эти говорящие головы там на главных пропагандистских каналах, они тоже говорят уже о том, что, да, ситуация, ожидание есть того, что, да, ситуация меняется. Там беспилотники кружат над Москвой, там, где-то, в общем, какие-то вещи происходят, которые раньше мы не видели, что это может происходить. То ли еще будет. Да, то ли еще будет. Теперь, это же, это же, это все не в копилку, не в копилку военно-политического веса и дипломатического авторитета России на Южном Кавказе. В общем, и в частности, в переговорном процессе, а еще, если в частности, то по ситуации в Латчинском коридоре. Базы, основы. Я не говорю о том же, в принципе, у людей, которые этим занимаются, должна быть какая-то, какое-то моральное право, да, какое-то, какое-то внутреннее убеждение о том, что они делают, что они правильные люди, в правильном месте делают правильные вещи. Нет, это неправильные люди, которые делают неправильные вещи и не там, где вообще они должны находиться. Вот, поэтому, поэтому ситуация, ситуация такая, сложная ситуация, но была она, была прогнозируема. Я думаю, что никто особенно этим не удивился, да, потому что там, особенно те, которые регулярно смотрят твой, твой YouTube-канал, для тех совершенно не было сюрпризом то, что там появился как в КПП. Ну да, это напрашивалось, все это напрашивалось и это подводилось к этому. Это все напрашивалось. Единственное, что могло, я сейчас думаю, да, что могло предотвратить вот этот факт, если бы был очень серьезный, осязаемый прогресс на треке переговоров Армении с Азербайджаном, если бы стороны выходили нам или вышли уже к этому времени, или могли, потому что были ожидания, да, в конце 22-го, до конца 22-го и так далее. Ну вот, но этого ничего нет. Мы сейчас не находимся ближе к подписанию мирного договора, чем были, например, в середине 21-го года. Не находимся ближе, к сожалению. Находимся ли дальше? Может быть, даже находимся дальше. Тоже нет, наверное. Или, может быть, тоже нет, да. Ну, это трудно сейчас оценить, это там точно, точно давать оценку этому трудно, но факт заключается в том, что, значит, осложнение, если не будет интенсификации переговорного процесса, уже по разным направлениям, значит, у нас, получается, одно общее направление, да, общее направление – это вообще общий рамочный мирный договор между Арменией и Азербайджаном. А теперь это все осложняется еще вот этими частными переговорами, которые должны идти в своей жизни, там, функционирование, там, и порядок функционирования КПП. Что и как-то, потому что мы-то, ну, например, да, если даже мы не говорим, там, ну, скажем сейчас мы, например, граждане Грузии. Граждане Грузии могут проходить через этот КПП? Вряд ли. Нет, но нет, для граждан Грузии все понятно, границы Азербайджана закрыты, и поэтому мы по сухопутным, для всех граждан, иностранных государств, и даже для своих граждан, поэтому по сухопутным коридорам мы не можем проходить никуда. Да, 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 правильно, я забыл. Кстати, там Азербайджан, там должен был отменить, но еще, по-моему, на три месяца продлил действие этого режима, из-за пандемии в целом, насколько я понимаю. Я тебя умоляю, причина, я думаю, причина всем понятна, это война, и эта война не с Арменией, это война Россия-Украина, это абсолютно очевидно для меня. Ну, так или сяк, в общем, этот режим действует, тем более тогда получается, что этот новый КПП, который сейчас поставлен в начале Лачинского коридора, значит, он должен действовать в режиме, который отличается от общего режима функционирования КПП по других местах, по периметру Азербайджана. Это какой-то особый должен быть КПП, а это что означает? Это означает, что Азербайджан должен принять, как минимум, соответствующие законодательные регулирующие акты, и подзаконные акты, законные там, потому что пограничник, который там стоит, азербайджанский пограничник и азербайджанский таможенник, насколько я понимаю, там таможня уже тоже стоит, да, они должны понимать, у них должна быть инструкция, процедура, это я пропускаю, это я не пропускаю, это можно, это нельзя. Если этого не объяснить пограничнику и таможеннику Азербайджана, который там стоит, он ничего не пропустит вообще. Потому что, понятное дело, что каждый человек будет перестраховываться на этом месте. Не, ну это, знаешь, как граница, и тем более такая точка, это как в детстве. Тем более такая. Что, кто говорит, это папин дом мамина хата, что ли? Это же все по-другому, ну вот это было выражение. Все по-другому совершенно, да. И там, если не будет соответствующих, четко изложенных инструкций у представителей Азербайджана, которые будут, значит, находиться на КПП из Баку, если у них не будет таких инструкций, никакой миротворческий контингент, который бы там, кто бы там рядом с ними не стоял, пусть это будет сам Ленцов, да, им будет не указ. Ну да, конечно. Вот ты понимаешь, в чем дело. Наша программа же не случайно называется «Дипломатия». Поэтому я бы хотел, чтобы ты, как дипломат, опытнейший дипломат, оценил логику реакции. Вот логика реакции Армении. Даже реакцию МИДа я сейчас опускаю, потому что это уже как бы она вторична после того, как БС выступил по этому поводу, потому что официальным заявлением сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян. И что сказал премьер-министр Армении? Ну, о том, что Азербайджан продолжает накалять ситуацию в регионе, установив незаконно КПП. О том, что международное сообщество дало четкую реакцию, оценку. Насчет того мы тоже поговорим. Насчет того, что целью Азербайджана является проведение в Нагорном Карабахе этнической чистки и геноцида. Ну и так далее. И только в конце как бы предложение вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен стать предметом переговоров между Степанакертом и Баку в рамках международного формата. Ходит цитаты. То есть, смотри, фактически это обвинение в адрес Азербайджана. Но если мы возьмем практическую сторону на земле, с точки зрения, я еще говорю, дипломации и попытки найти выход. Вот такой ряд заявлений. Это, я понимаю, что может быть для внутренней аудитории еще. Но мы берем сейчас реальное положение вещей. Насколько это создает возможность для быстрого решения вот того, о чем мы с тобой говорили? Ну, можно от обратного к оценке птицы делать. А что мог сказать Пашиня? В принципе. Он же не мог сказать, что да, это очень хорошо, что КПП там устанавливает на Азербайджане. Можно я скажу, что он мог сказать? А он мог сказать следующее, что да, незаконно, да, неправильно, да, нарушается трехстороннее заявление, но мы призываем азербайджан срочно сесть за стол переговоров по поводу порядка пересечения этого КПП. Да, он мог это сказать, но он сделал отсылку в Ханкинг-Ди или Степанаке по этому поводу. Сказал, что договаривайтесь. То есть у него, в его предложении тоже есть своя логика, потому что в основном, если кто и будет пересекать и проходить через это КПП, это будут те люди, которые сегодня живут в Карабахе. Я не думаю, что из Армении, из Армении там, конечно, кто-то тоже может поехать там к родственникам и так далее, но сильно, так сказать, большого количества желающих поехать сегодня в Карабах, в Армении, я думаю, трудно будет найти. Вот, поэтому он сказал, что да. Я с тобой, кстати, согласен. Может быть, лучше было сказать Пашиняну, премьер-министру, господину Пашиняну, что да, теперь надо, давайте переговоры начнем и так далее, чтобы это... Но тогда, понимаешь, это бы означало, что он признает легитимность, хотя бы косвенно, установления этого КПП, а он не хочет, наверное, этого. Пускай скажет, что он не признает легитимность, но надо, но в силу того, что... Если он не признает легитимность, как он может начать переговоры по протоколу пересечения и прохождения через КПП. Значит, тут это не так просто. Но, в принципе, значит, если... Если там оценку давать заявлению господина премьер-министра, то, в принципе, у него не было большого поля для маневра при подготовке такого заявления. Ну, как раз в этом, понимаешь, об этом постоянно я и говорю, ну, все время, ну, что... Если нет самого качественного переговорного процесса, который расширяет поле взаимодействия переговорщиков, переговорных сторон, если не находится больше и больше, там, одна точка соприкосновения, две, три точки и так далее, да, если это не находится и на этом не настраивается, там, дополнительные какие-то компоненты доверия друг к другу и так далее, дальше, дальше возможности переговорные сужаются, и дальше сужаются вообще, в принципе, возможности для маневра. А здесь, в этом случае, да, объективно так складывается ситуация, что у Азербайджана возможности для такого маневра гораздо вшире, и возможности влияния на ситуацию и инструменты у них гораздо больше, чем у Армении. Да, Армения сейчас что скажет? Это неправильно, это нарушение, но все международные сообщества должны дать такую оценку. Ну, окей, ну и что? А что Азербайджану там? Какая международная оценка? Кто может помешать сегодня Азербайджану там, установить этот КПП, он его установил, и кто может заставить Азербайджан сегодня этот КПП оттуда убрать? Никто не может заставить. Да? Поэтому, в принципе, получается, что это, знаешь как, это констатация факта и признание, собственно, ну, ограниченности собственных возможностей влиять на ситуацию. И ситуация развивается таким образом, что если не находить быстрые развязки здесь, и не выводить на нормальный трек, собственно, Азербайджана-армянские переговоры по нахождению формулы мира, то эти возможности далее будут сокращаться. А с возможностью, вот при учете развития ситуации в Украине, где может серьезную оплевку получить Россия в ближайшие два месяца, эти ситуации и далее еще будут сокращаться. Потому что сегодня получается, что, ну, несмотря на какую-то критику России и так далее, факт остается фактом. Армения находится вместе с Россией в УДКБ, Армения находится вместе с Россией в Евразийском союзе, Армения, ну, есть факты просто, которые говорят о том, что, ну, например, экспорт Армении увеличился, увеличился в Россию там в три раза, с 840 миллионов до 2,4 миллиардов долларов. Это такая цифра, которая заставляет задуматься и раздается многие оценки там с разных сторон, в том числе и с Европой и так далее, что это ненормальная ситуация. То есть я говорю, что со всех сторон как-то вот ситуация не упрощается, не улучшается, а осложняется и усугубляется для Армении и для армянских переговорщиков, собственно, тоже с Азербайджаном. Но понимаешь, какая ситуация ухудшается? Это означает, что она сегодня хуже, чем вчера, а завтра она будет хуже, чем сегодня. И, может быть, сегодня надо идти на какие-то болезненные решения, которые завтра уже не могут быть, могут быть совершенно недостаточны. Ну, например, в принципе же, премьер-министр заявил вещи, которые, в общем-то, из его уст даже вот год назад никто бы и трудно было услышать, что Армения должна признать территориальную целостность всех своих соседей. Главное, что она должна, ее территория 29800 квадратных километров должна быть признана. И когда у Армении не будет проблем с соседями, это создаст. Вне этого нельзя развивать безопасность и благосостояние Армении и так далее, да? Вот если бы премьер-министр это сказал полтора года назад, это могло бы по-другому повлиять на ситуацию. Вот. А сейчас надо идти дальше. Вот в прошлой передаче мы с тобой разбирали, да, это что. Хорошо, это одна цифра, это хорошо. Ну, вместе с этой цифрой 29800 квадратных километров есть другая цифра. 86600 квадратных километров территории Азербайджана. Вот если идти дальше тогда, в этой логике этой цифровой, цифровая дипломатия, это другая категория, да, это диджитализация и так далее. Вот. Ну, в данном случае мы вернули ее к начальному понятию. Дипломатия в цифрах, да. Цифровая дипломатия. Дипломатия в цифрах, да. И к этому надо идти, потому что иначе, иначе, я вижу усилия там, и это очень квалифицированные дипломаты работают в Армении, очень умные люди, очень опытные и так далее. И попытки вижу там организации каких-то других переговорных форматов, треугольников, там Индия, Иран, там Армения, там какие-то другие многосторонние. Но получается, что во всех своих усилиях сегодня Армения вынуждены опираться либо на Россию, либо на Иран. А эти две страны, они не являются самыми носителями самого большого авторитета сегодня в мире. Это жестко санкционированные страны. Ну, а Россия там, что там о России говорить? Россия сможет вернуться на нормальный трек участия там в системе международных отношений, только когда будущий там лидер России какой-нибудь или России или ее правоприемника сделает то, что сделал Вилли Брандт в 70-м году в Варшаве. И приедет в Бучу и преклонит колено перед памятью жертв этих бесчинств и насилия, и мародерства, и убийства, и извращений, я не знаю, изнасилований, которые там чинили русские варвары, да, Вучи, Варпине и так далее. Вот тогда она сможет вернуться на нормальный трек взаимоотношений с Украиной. Это будет только начало еще. Это будет только начало. потому что сейчас это вообще каждый день видим. Ну, это Умани, например, жилые дома бесконечно, дети, женщины, гражданские. Кошмар. И эти и сейчас вместе с ними пытаться полагаться на этих людей. Это же те же самые люди. Вот Ленцов ты очень хорошо привел. Что сейчас? Главная надежда Армении на то, что этот вопрос будет урегулирован связан с Ленцовым? С этим? С этим человеком связана главная надежда? А потом и Иран с этой стороны. Ну, Индия, понятно, Индия это серьезный игрок. Хорошо. Индия традиционная, она представлена в Армении, имеет свои интересы. Это да. Там даже посольство там уже давно. И, кстати, это посольство у нас недавно совсем открылось. Совсем недавно у нас открылось. А у них давно, то есть... У нас, по-моему, оно даже не открылось. Не, не открыли у нас. Было сообщение, что открыли. Долгое время Индия была аккредитована из Еревана. Да, покрывала. Мне объяснили в Индии так, что в Калькутте много армян, поэтому, когда принималось решение, где на Южном Кавказе открывать посольство, то логично было открыть Ереван. Это дело. Каждая страна решает сама это суверенное право страны. Не, не, просто я спросил, а почему в Грузии нет? Но он говорит, пока, когда я был в Индии, тогда еще не было. А сейчас вроде бы как... Ну, было сообщение, что открыли. Может быть, открыли, я с индийским дипломатом, который бы работал здесь, пока не знаком. Может быть, мое упущение надо... Я бы, наверное, знал, если бы открылись... Это серьезное событие, открытие посольства Индии. Вроде это серьезное событие. Как-то не звучит здесь индийский... Кто бы ни был, кто бы ни принимал участие, и на кого бы не опирались обе стороны. Армения считает, что у нее есть свои союзники в этом деле. Азербайджан считает, что у него есть свои союзники. Давай сейчас не будем разбирать, насколько преданные союзники есть у одной стороны и у другой стороны. Насколько сильные союзнические отношения, насколько можно на них опираться одной или другой стороне. Но главное в этой конструкции все-таки стержень Ереван-Баку. И от отсутствия прогресса на этом треке, от отсутствия складывается так сегодня ситуация, что проигрывает больше Ереван, чем Баку. И это получается, что у Баку дальше будет больше возможностей, а у Еревана меньше. И исходя из этого, заключение мирного соглашения, собственно, сегодня, мы все в этом заинтересованы. И Грузия, я в то время об этом говорил, что мы тоже страдаем от этого конфликта. И мы заинтересованы, и Азербайджан заинтересован, конечно, но прежде всего в этом, по моей скромной оценке, прежде всего в этом заинтересованы именно армии. И по реакции Запада я не могу не сказать, то есть жесткая была реакция Франции. Кстати, от Франции мы потом мостик сейчас перекинем к нашим делам с Корбелем, потому что был визит, региональный визит министра страны, который был в Франции. И была реакция Соединенных Штатов, но реакция Франции от реакции Соединенных Штатов заключается в том, что если реакция Франции в общем и в целом повторяла реакцию армянской стороны, то Соединенные Штаты ничего не говорили о незаконности. Но выразили свое, значит, фи, свое недовольство тем, что это нарушило мирный процесс. Насколько я понимаю, США хотели или думали, что это возможно в ближайшее время заключить мирный договор, а вот такой шаг он нарушил мирный процесс. Если мы говорим о реакции США, ты думаешь, реально было бы, насколько реально были планы и сейчас, насколько они реальны остаются? Потому что и Захарова заявила о том, что министры национального дела приедут и ходят разговоры о встрече в Вашингтоне. Ты уже сказал, что мы топчемся на одном месте. Тем не менее, вот эта ситуация, которая сложилась, может быть, она будет драйвером для мирного договора или очень вряд ли? Нет, ну, ясно, что в США хотят видеть, хотят увидеть мирный договор между Арменией и Азербайджаном и хотят способствовать этому, поэтому, значит, я думаю, что обязательно будет то, что анонсировано в конце мая, будет встреча в Вашингтоне. Теперь, насколько я по тональности высказываний и сообщений и так далее, у меня было такое впечатление, что все-таки американцы замахиваются навстречу на высшем уровне между президентом и премьер-министром. И, наверное, они и далее будут на этом работать на этот уровень. Из сообщений с Захаровой видно, что претензия у России есть привести и привести министров иностранных дел куда-то в Россию, непонятно куда еще. То ли в Москву, то ли в Сочи, то ли... И по срокам тоже непонятно. По американскому треку понятно, и сроки понятны, конец мая, и место понятно Вашингтон. Уровень пока еще непонятен. Я думаю, что все-таки они будут работать на высший уровень, премьер-министр, президент. А, значит, Захарова, уважаемая, ограничилась уровнем министров иностранных дел. Я думаю, что обе стороны в любом случае поедут и в одну, там, и в Россию поедут, и в Вашингтон поедут. Что после чего, не знаю. Но в любом случае, чем больше они будут разговаривать, где бы они разговаривали, тем лучше. Другое дело, что лучше, если бы они разговаривали вдвоем. Это, это, я в моем представлении, лучше, если бы и министры, и руководители там разговаривали вдвоем. И, ну, гораздо лучше было бы, если бы у них возникла потребность разговора. А такая потребность разговора в двухстороннем формате возникает только тогда, когда есть ощущение того, что нащупываются точки соприкосновения, на которых можно потом, на которые можно потом настроить гораздо такую более, более сложную, сложную конструкцию. Вот, если, если встречи в России, и тем более в Вашингтоне будут способствовать этому, это будет, это будет в плюс. Если, опять же, это все закончится тем, что, значит, мы будем топтаться на одном месте и никакого прогресса реального, я не имею тут, как даже подписание каких-то каких-то бумаг, там, и так далее, я не это, потому что это, наверное, вряд ли подключится. Но, хотя бы продвижение там в оценках, общих каких-то видений, там, что-то, какие-то тон заявлений, которые от конфронт акционных может быть более, более умеренным стать и так далее. Вот, если даже вот этого прогресса мы не увидим в результате вот этой активной дипломатической деятельности в течение мая, ну, тогда боюсь, что нас впереди ждут и дальнейшие осложнения. Ну, я надеюсь, что стороны понимают и ответственность и все остальное. Ну, резюмируя тему, я задам такой, вроде бы, как очень простой вопрос, но который, я думаю, тоже надо будет проговаривать. По твоему мнению, имел ли Азербайджан право остановить там КПП и насколько это помешало или возможно будет способствовать мирному процессу? Я думаю, что Азербайджан имел право и имел имел право а почему он не должен был? Право это никто не оспаривает. Это вопрос был. Это был вопрос. Я не вижу причин. И понимаешь, если бы была бы совершенно другая ситуация, если бы действовал другой коридор на захищевание? Это уже другое дело. Речь идет о чисто правовых и дипломатических моментах. Правовой имел ли право и дипломатических и насколько это будет способствовать продвижению дипломатии? А, продвижению там, да, ясно. Ну, отвечаю конкретно. Имел право по моему мнению имел право, потому что это территория Азербайджана и каждое государство, то есть каждое правительство, оно, его право и обязанность это заботиться о собственной территории. И устанавливает там режим безопасности и так далее. Поэтому право имел. Будет ли это способствовать этому самому? Большие сомнения. Это, конечно, не ну, понятно, что это осложняет ситуацию для для переговорного процесса. Но это факт. От этого никуда никуда не уйти. И, понимаешь, это, я что еще говорю, что это было ожидаемо. Это не было сюрпризом ни для кого. Я думаю, что это по большому счету не было сюрпризом ни для Еревана и ни для проживающих в Карабахе людей. Не было это никаким сюрпризом. Если это не было сюрпризом, надо было делать все, чтобы это предотвратить. А как это можно было предотвратить? А предотвратить это можно было так, следующим образом, если был правильный, нормальный, динамичный трек развития двухстороннего переговорного процесса с точки зрения в контексте мирного договора и прогресс по коридору, который идет на Нахичево. Если бы эти два компонента динамично и в позитивном ключе развивались, я думаю, что тогда бы вопроса об установлении КПП в начале Лачинского коридора вообще не стоят. И сейчас мы на мягких лапах переходим к второму пункту нашей программы. Это мы начнем, хотя по времени визит министра иностранных дел Польши Збигнева Рау был раньше, чем визит министра иностранных дел Франции, но визит министра иностранных дел Франции Гатин Каланай он был региональный. Это очень важный момент. Французы. Французская политика на Кавказе. Если мы говорим о Франции сегодняшней, о Макроне, несмотря на то, что он не из Голлистской партии, он явно себя видит продолжателем Де Голля. Он явный европоцентрист и он явный автономист Европы. Это ясно, это было видно во время визита Китая. Вот до этого это все было видно. Тем не менее, французы выбрали следующую партию. У них есть один очень близкий партнер в регионе, это Армения. У них есть альтер-эго, то есть страна, с которой, несмотря на то, что бизнес-интересы и все есть, они все-таки выстраивают консультационные отношения, это Азербайджан. И у них есть Грузия, ну, которая, с которой они в общей конве отношений Запада, общая конва отношений Запада существует, в общей конве отношений Запада они будут. Насколько оправдана вот такая политика Франции и насколько она может быть эффективной на Твозе? Ну, смотри, несколько штрихов ко всем с трем странам. В принципе, ты правильно это все охарактеризовал, но если говорить об отношениях Франции с Арменией, да, не надо забывать, что Армения находится в стратегическом партнерстве и БДКБ в Евразии вместе с Россией, а против России значит Франция участвует в антипутинской коалиции и является одной из стран, которые являются там стержнем Европейского Союза и соответственно с автором тех 11 волн санкций санкций против России со всеми оттуда вытекающими обстоятельствами, поэтому это какой-то создает какой-то ну, я думаю, что какой-то дискомфорт создает, ну, должен создать, это нельзя, нельзя, ну, этот фактор, фактор России в данном случае просто закрывать на него глаза и говорить о том, что, ну, вот, типа, а что, это ничего не означает. Я думаю, что, когда министр была в Ереване, она говорила и о, собственно, и вопросах, связанных там с возможным возможным тем самым, как его, избеганием санкций России с помощью разных стран, в том числе и Армении. эти 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 нотки, так сказать, раздаются, эти оценки в отношении Грузии тоже, в том числе, кстати, это не только Армения, это и Грузия, и Гири, но в основном это страны Евразийского союза, да, с которыми, ну, например, ну, такой интересный факт, буквально вчера я обнаружил это, потому что в прошлом году, Гела, наш экспорт в Кыргызстан увеличился с 31 миллиона 92 миллионов миллионов долларов, в прошлом году, вот видишь, Валя, не только, не только мы стали производить, не только что-то, что так нужно армянам и казахам, но и кыргызам мы стали, что-то начали. Кыргызстан, не, ну, сейчас я тебя удивлю, тебя трудно удивить, я знаю, но сейчас я тебя удивлю. Только приятно. 92 миллиона долларов, это был экспорт в прошлом году, Грузию в Кыргызстан, увеличился в три раза. Как ты думаешь, сколько было, каков был объем экспорта Грузии за первые три месяца этого года в Кыргызстан? 92 миллиона. 95. За первые три месяца. Вот. Но, так сказать, в реальности Армении эти цифры гораздо более внушительны, мы о них говорим. И это не могло не быть предметом также переговоров министра иностранных дел в Армении. Поэтому российский фактор, он присутствует, он никуда, никуда. Это динамический фактор, который, значит, его значение и влияние на ситуацию постепенно уменьшается. А может уменьшиться и обвально. Я думаю, что это заняло очень серьезное время. Во время течения переговоров между министром иностранных дел и руководителями Армении в Ереване. Теперь, что касается отношений с Азербайджаном. Значит, Армения вынуждена учитывать позицию Европейского Союза. Европейский Союз и в контексте обеспечения энергетической безопасности Европы сегодня и на будущее. И Азербайджан здесь ведет очень толковую, умелую политику, я должен сказать. Вот последний визит президента Ильхама Алиева в Болгарии. И там он заявил о том, что у Азербайджана, кстати, он заявил, меня это впечатлило. У Азербайджана оформлены отношения стратегического партнерства с 9 из 27 государств членов Европейского Союза. Я думаю, что этим Грузия сегодня не может даже похвастаться, что у нас отношения полноценного стратегического партнерства с 9 из 27 стран Европейского Союза. Потому что мы уже, извини, конечно, потому что мы уже 20 лет говорим о том, что вместо того, чтобы говорить только с Брюсселем, нужно говорить и с Парижем, и Берлином иногда, нужно говорить и с Софией, и с, ну, Варшавой это отдельное, и с Братиславой, и с Прагой, и с Мадридом, и с Абоном, и даже Люксембургом. Почему даже Люксембург? Люксембург крупнейший финансовый центр. И с балтийскими странами надо говорить, которые наши естественные, были союзники, партнеры и адвокаты. Это не просто были наши... Большая и Балтия вообще не обсуждается. Большая и Балтия, да, не обсуждается. Но качество, значит, наших отношений сегодня, риторика там, взаимная, ну, в общем, все это оставляет желать, мягко говоря, оставляет желать. Ну, в общем, ну, Азербайджан, так, чуть-чуть, чуть-чуть мы обсудили Азербайджан, французско-азербайджанские отношения. Теперь по отношению Грузии у них, кроме всего прочего, еще не забывай, что у нас французский карьерный дипломат является президентом Грузии. Выпускник Сорбонны является премьер-министром и даже хозяин страны держит свои активы во Франции. Является гражданином Франции, по-моему. Насчет гражданина, по-моему, он отказался, но не важно, может и является. Отказался, а может не отказался, ну, не знаю, да. Да, здесь совершенно особый контекст. А теперь, кстати, это региональный визит, ты правильно сказал, что региональный визит, в отличие от министра иностранных дел Германии, кстати, которая приезжала только в Грузию, на наши соседние страны не поехала. Но, а как она могла не приехать, потому что, ты правильно совершенно сказал, что Армения, Армения, она рассматривается как особый партнер, поэтому Азербайджана армянский вот этот узел, это очень важно для Франции, поэтому она поехала и в Баку, и в Ириван, но, естественно, приехала в Филиси, с учетом всех этих обстоятельств, которые мы перечислили, влияние и так далее. Ей, конечно, очень интересно было поговорить прежде всего с президентом, я думаю. Я думаю, они друг друга старые знакомые, я думаю. Я думаю, что они какие-то старые знакомые, не знаю, что там президент и наговорило и так далее, потому что вообще там история с нашим президентом это отдельная история еще. Но, я думаю, что в принципе, если иметь в виду вот это, если мы уже, как ты говоришь, на мягких лапах переходим к нашей внутренней песочнице, если говорить по Грузии, то вот в общем, как-то, ну, очень необычная активность, да, в отношении там один министр за другим приезжает, очень серьезные министры, там, немецкий министр, французский, польский министр, кстати, это веймарский треугольник, между прочим. Вот. Они приезжают сюда, я думаю, что, ну, у них в основном две задачи здесь, в Грузии, да, потому что они, во-первых, они не хотят Грузию терять, слишком большие ресурсы вложены в Грузию, там, миллиарды долларов, миллиарды евро, там, 6 миллиардов там, помощи в разных видах и так далее вложили американцы, больше 6 миллиардов евро вложили европейцы, европейцы. Но это со дня, это нужно оговариваться, это со дня получения независимости. Восстановление независимости, да. Но тут еще и по двухсторонним каналам были очень серьезные, там, серьезные, особенно Германия. Германия оказала нам очень, очень серьезные инфраструктурные проекты, там, водоснабжение, в том числе, ты знаешь, например, водоканализационная система водоснабжения в Батуми, это, это гранты КФВ. Я подписывал предварительное соглашение. Ты подписывал предварительное, а я подписывал первое, как министр финансов, поэтому, поэтому помню. Но, ясно не об этом, а в принципе о том, что много, поэтому, они не хотят терять Грузию, тем более, что значение вообще геополитической Южно-Кавказского региона очень, очень серьезно возросло, да. И мы говорили об Азербайджане в этом контексте, там можно вспомнить визит Урсулы фон дер Ляйен в прошлом году в июле в Азербайджане подписание меморандума о стратегическом партнерстве в области энергетики, да, но здесь без Грузии как, да, Азербайджан и Грузия, это, кстати, еще один, еще один очень серьезный компонент. Азербайджан и Грузия в двухстороннем формате, они могут развивать собственный потенциал и транзитный, и туристический, и энергетический, транзитно-энергетический и так далее, и увеличивать в этом формате свое значение для Европейского Союза. Конечно, было бы лучше, если бы это было в трехстороннем формате с Арменией, но отличие здесь заключается в том, что и в двухстороннем формате это возможно, хотя и не так эффективно, как можно было бы сделать трехсторонним, наверное, но Армения остается вне этого процесса, долгое время остается и останется еще на долгое время, во всяком случае, до того времени, пока она не заключит мирное соглашение с Азербайджаном и не установит дипломатические отношения с Турцией. Вот. Но возвращаясь к нашим делам, европейцы не хотят терять люди, поэтому они сюда активно приезжают с двумя основными задачами. Первое, на самом деле, разобраться в конце концов, чем руководствуются в своих решениях правящая партия и правительство. Насколько они в принципе привержены или могут быть привержены европейской системе ценностей и европейским принципам сотрудничества, практике, традициям и так далее. Потому что эти 12 пунктов в отношении Европейского Союза и 10 пунктов в отношении НАТО и так далее, это план действий. Но они хотят разобраться, потому что они тоже видят, что у нас какое-то раздвоение, какой-то дуализм происходит. Совершенно одни, например, господин премьер-министр, одни заявления в Брюсселе и совершенно другие заявления в Тбилиси. Такое впечатление, как будто если бы там наши руководители, как будто премьер-министр думает, что то, что он говорит в Тбилиси, никто не переводит и не посылает в европейские столицы сообщения об его выступлении. Поэтому они хотят разобраться в этом. И второе, я вижу это как такое, ну немножко такую воспитательную функцию, для того, чтобы, ну, я думаю, что эти министры пытаются объяснить, что все перспективы безопасности, благосостояния, и так далее, перспективы развития, все это связано с нашим приближением и членством в Европейском Союзе и с НАТО. это очевидные вещи, в принципе, да, ну, которые они считают, наверное, необходимым сегодня очень активно разъяснять, потому что, потому что, ну, это мы в такое критическое сейчас время, да, либо мы прорываемся куда-то в новое состояние, либо остаемся топтаться в этом болоте. И, кстати, вот, мне показательно очень, мне очень там, показательно было для меня то, что Йенс Столтенберг на пресс-конференции с премьер-министром Гарри Башвили сделал, да, он посчитал необходимым специально указать на то, и в каком контексте он это сказал, он сказал, что НАТО всегда поддерживало демократические преобразования в Грузии и считаем, что надо продолжить дальше усилия и так далее. И именно поэтому мы призывали грузинские власти отозвать так называемый этот закон об иноагентах, потому что это не способствует продвижению Грузии далее по демократическому пути и так далее. Почему он это сказал специально? Ну, вроде бы, дело прошлое. Ну, допустили ошибку, отозвали. Он это сказал, потому что он очень хорошо знает, как пытается этот вопрос представить правящая партия. Она хочет его представить таким образом, что мы его отозвали не потому, что он плохой, этот закон, не потому, что он противоречит европейским ценностям, европейским принципам и так далее, а потому, что мы его не объяснили хорошо нашим людям. И вот этот дуализм, их очень без... Они не понимают. Я думаю, что некоторые даже растерянутся. Ну, как это? Здесь все происходит. Вроде бы, все нормально, приезжают, разговаривают, говорят. Наверное, послы, там, послы наши, которые встречаются, там, со своими визави, да? Они, наверное, объясняют, что нет, нет, никакой альтернативы, это наша конституция нормы, это только Европа, другого у нас нет и так далее. Понятно, да? Я понимаю, как они это формулируют. Но это же не только заявление, это действие тоже. А действия с этим не совпадают. Вот. Поэтому и это хорошо, что они так приезжают, и хорошо, что там представители правительства, правящие партии ездят в Европу. Может быть, в конце концов, действительно, пробьет это все в каком-то месте, да? И осознание придет того, что евроатлантический, европейский курс Грузии, это хорошо и в общем для всего нашего общества, и всего нашего государства, и нашей страны. И в частности, для них, которые сегодня являются правящей партией, правительством, для них это тоже хорошо, потому что они тоже граждане этой страны. Вот. Как-то таким образом я могу оценить эти участившиеся визиты министров иностранных дел сегодня в Грузию. Ну, в Грузии. В данном случае мы на Грузии оцениваем. И у нас уже совсем не осталось времени, но о грустном я не имею права не поговорить с тобой. Вот. Не хочу заканчивать на грустном, но приходится. анонсированное участие Гарри Башвили в консервативном форуме в Евгении. И я бы сказал так. А ты заметил реакцию Линкольна Митчелла? Для наших зрителей я скажу, что Линкольн Митчелл это тот человек, который в принципе недооцененный герой, что называется. То, что он действительно одна из ключевых фигур, которые привели Медвину Ивановичу в власти. Это человек, который был ближайшим советником Марака Обамы и тогдашней администрации и человек, который просто на дух не переносил садочную. И тут Линкольн Митчелл очень тяжело отреагировал, сказав, что пока в Грузии эта власть, ничего хорошего с Грузией не будет. Я помню, как он в прошлый раз это говорил, но о другой власти. Это все-таки. Давай начнем с того, что откуда премьер-министр представляющий партию, которая входит в социнтерн и входит в партию в фракцию социалистов на парламентской ассамблее в Европарламенте, не в Европарламенте, в Совете Европы, в фракцию социалистов левая партия вдруг оказывается на консервативном форуме в ГАН. Смотри, Гелл, я думаю, что объяснения этому могут быть очень легко можно представить себе, как это будет объяснять сам премьер-министр и другие, что Венгрия является нашим партнером, она является нашим адвокатом, нашего членства в Европейском Союзе, в НАТО, поэтому усиление нам очень нужны сейчас такие наши союзники внутри и так далее. У нас складываются такие отношения, мы приехали для того, чтобы все это усилить и так далее. то, что ты говоришь о том, что левые, правые, консервативные и так далее, мы же это все время с тобой говорим, что вот ценность, ну, политика, да, так же, как и ценность дипломатии, это последовательность, преемственность и прогнозируемый характер действий, да, когда все понимают там твою идеологическую платформу, установку, твои действия соответствующим образом тогда можно легко прогнозировать, да, и если ты, например, в этом смысле прогнозируемая власть, то ты не будешь допускать таких вещей, как, например, поддержка этого пресловутого вот этого закона об иностранных агентах. Ну, почему я все время к нему возвращаюсь? Потому что это как лакмусовая бумажка, понимаешь? Вот, поэтому, ну, тут не приходится, не приходится этому удивляться, что такие, так сказать, решения, решения принимаются премьер-министром. Последовательности, значит, последовательности в его действиях очень трудно найти. Его оценка, его даже лексики, его выступления и так далее. Мы говорили о том, что, ну, в течение двух-трех дней, там, будучи в Европе и вернувшись из Европы, это как два разных человека, ну, видите, вообще, именно поэтому они сегодня приезжают и хотят разобраться, что на самом деле с нами происходит. Теперь, ну, если коротко, то этот визит и участие в этой конференции премьер-министра в качестве кино-спикера, ну, это особенно после визита в Брюсселе встречи с Шарлем Мишелем и с Энсом Столтенбергом, там, мы говорили о том, что сказал Энс Толтенберг на пресс-конференции, а Шарлем Мишель вообще, по-моему, отказался проводить пресс-конференцию после переговоров с премьер-министром, что очень-очень нехороший знак, потому что он бы мог использовать эту возможность для того, чтобы сформулировать какие-то месседжи, посылы, там, сослаться на то, что были переговоры, то они хорошо прошли, то есть надежда, далее и так далее, он не провел, избежал этой пресс-конференции, ну, понятно, у него накопилось много обид, еще начиная, там, с 19 апреля, когда это соглашение, куда он столько персонального подразделения, свой политический ресурс, человек несколько раз приезжал в страну, да, и закончилось это таким фиаско, это так бесследно, это так не проходит, ну, вот, в этом, во всем контексте, это, конечно, визит в данном данном текущем там положении, в этой ситуации визит, визит Гарибашвили в Будапешт, в копилку, в копилку нашего, там, авторитета визави Брюсселя и Европейский Союз, трудно назвать, что это, это будет чему-то способствовать, ты знаешь, ты знаешь, я привык ничему не удивляться, и как говорит наш общий друг Копчак, удивить нас можно только приятным, но в данном случае, смотри, нацисты и коммунисты были самыми темными силами в истории 20 века, но даже они, ну, мне очень сложно себе представить приезд Германа Геринга на заседание Коминтерна или приезд Пальмира Тольятти на Нюрнбергский съезд там нацистов или антикоминтернатского пакта, но это практически невозможно, а здесь в нашем постмодельнистском мире возможно и Линкольн Митчелл, он, конечно же, сейчас не скажет, что он был прав, неправ и так далее, но я думаю, что он не может не задумываться над этим, что не все так просто. Конечно, он не может не додумываться над этим, вообще его позиция говорит только о том, что это человек убеждений и принципов, и очень грустно, что и это относится не только к внешним игрокам, да, оценкам и так далее, ну, как Митчелл. Это относится и, посмотри, сколько людей, которые вместе, вместе с грузинской мечтой тогда находились в коалиции в 12-м году и, значит, они победили на парламентских выборах единое национальное движение третьего президента Михаила Саакашвили, кто остался там из серьезных политических фигур, ведь многие многие оттуда ушли, да, и я думаю, что, ну, в общем-то, если о собственном политическом будущем грузинская мечта задумывается, особенно в контексте вот этих последних последнего опроса общественного мнения, результат которого мы увидели, Айрай, они должны серьезно задуматься над тем, происходит, что происходит вокруг и вне грузинской мечты, да, почему происходит так, что их постоянно покидают люди, вот, и почему происходит так, что постоянно уменьшается электоральная поддержка грузинской мечты, вот, и ответ они могут найти в том, что они не являются политической силой, которая исповедует вот эти принципы последовательности, преемственности и прогнозируемости, и то, что декларируется, не выполняется, или, там, претензии на то, что выполняются, на самом деле, когда, в общем-то, понимание критериев совершенно различное, вот здесь, здесь тоже вот эти делегации, которые приезжают, они хотят понять, да, в действительности мы действуем на основе одной системы ценностей или нет, что, что мы понимаем, как демократию, как это понимается здесь, в грузинской мечте, да, и, наверное, там, пытаются как-то объяснить этим людям, что наполовину не бывает так, наполовину беременность беременным не бывает, или это демократия, или это институты, или они независимые, премьер-министр, либо человек, который берет на себя всю ответственность, да, и делает то, что он говорит, либо это совершенно что-то другое, что несовместимо с европейскими ценностями и принципами, и политической культурой. Ну, ответить на твой вопрос, почему столько человек покинуло грузинскую мечту и отказалось от ее поддержки, я могу простым сленговым словом, я прошу прощения за это слово русское, сленговое, стрёмно, стрёмно там находиться, вот почему. Ну, понимаешь, разные причины могут быть у людей, для некоторых это стрёмно, как ты говоришь, употребив это сленговое слово, а для некоторых это действительно вопрос принципов, но это и есть вопрос принципов, стрёмно, это потому что стыдно, это неприятно, ну, неприятно или есть боязнь того, что может быть там кто-то тебя за это накажет, нет, ну, если бы были такие люди там, Чугошвили, Беселия, многие, да, когда были такие этапные какие-то, либо законопроекты, либо там какое-то отношение, скандалы и так далее, когда эти люди посчитали, что нет, больше, это край, я больше не могу находиться в этой политической партии, и это достойно уважения, я уважаю позицию. Несомненно, и на это не совсем оптимистичная ноте, но ноте, внушающей надежду, потому что так или иначе есть эти люди и большинство общества такое, у нас я в этом абсолютно искренне убежден, позволь мне закончить нашу беседу, потому что мы и так перебрали со временем, но я надеюсь, что зрители любили на нас за это не в обиде. Огромное тебе спасибо за очень интересную беседу. Большое спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами, всего доброго вам, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,